Всем добрый день! Сегодня мы с вами попробуем почистить вот такие монетки. Чистить будем уксусом. Да, я скажу, я уже чистил не раз, но такие монетки не чистил. Чистил только медь. Ради эксперимента попробуем туда бросить советик, серебро, поздний, ранний советик. Попробуем, что с этого выйдет. Рассуждают много, правильно это, неправильно, не знаю. Я чищу так. Правильно, наверное, музей отдать. Там пускай чистят специально обученные люди. А мы чистим как умеем, чтобы недорого и сердито. Итак, у нас 1 копеечка, Александра 2 двушки, пятачок, 2 желтеньких пятачка, 1 копеечка с серебром, 20 и 15 копеек ранних советов, те что в квадрате, белончик, и 5 копеек поздних советов. Сейчас пойдем все это для начала помоем. Итак, монетки были помыты, просто в теплой воде и прошелся щеточкой. Имеем то, что имеем. Скажу сразу, я не говорю, что так надо чистить. Я просто почищу свои монетки уксусом и покажу, чего с этого выйдет. А чистить так или нет, решать вам. Скажу сразу, никогда не чистил серебро. Уксусом, думаю, с этого ничего не выйдет. Но ради эксперимента попробуем. Чтобы потом вы знали, стоит так делать или нет. Потому что в интернете советов очень много. Вот такие монетки у нас зеленые, есть не зеленые. Вот с этого пятачка вот этот окисел. Сейчас покажу поближе. Так и не снялся. Очень крепко сидит. Посмотрим. Слезет, не слезет. В таком состоянии монетки с другой стороны. Почистим. Точнее, попытаемся, бросим уксус и посмотрим, что с этого получится. Смотрим дальше. Для эксперимента возьмем вот такой вот уксус. Обычный, столовый, 9% уксус. Я уже чистил свои монетки не раз. Уксусом только медь. Серебро и совета не пробовал. Сейчас посмотрим, чего с этого получится. Вот наши монетки после уксуса. Вот видите, две копеечки ранних советов. Монетки вроде бы одинаковые. Состав металла должен быть одинаковый. А результат разный. А почему? Потому что в разной среде находились. Вот эти белые пятна, это соль. При взаимодействии с уксусом. Уксус это кислота, как никак. Произошла реакция. И вот имеем то, что имеем. Полностью предсказать результат невозможно. Вот копеечка серебром. Почему красная? А эти, например, нет. Да потому что вроде монетки и из меди. Но состав меди не одинаковый. Потому что много очень разных составляющих. В то время за этим следили. Но не очень тщательно. Вот наши советики. Вот данные пять копеек поздних советов, которые были с такой загугулиной. Она почти очистилась. Сошла бы вся, но это ждать долго. Суть понятна. Но монетка стала красноватого оттенка. Если бы подержал еще, была бы более красная. Но эти советики умерли полностью. Ранние советы. Те, что желтые, из алюминиевой бронзы. В уксус бросать нельзя. Царские монетки получились вот такие. Они как по составу разные, так и по толщине. Потому что монетки делались из полоски меди. И эта полоска не была по всей своей длине одинаковой толщины. Вот потому монетки, которые мы находим, одни толще, одни тоньше. Это не касается перечеканов, которые уже там несколько раз по ним бил пресс. Это касается тех монеток, которые были сделаны один раз из нового листа. Точнее полоски меди. Как толщина была разная, так было и состав меди разный. Потому и цвет. Ну еще зависит от того, где монетка лежала. Вот этот коричневый цвет, это патина. Но она как бы сделалась матовая. Она чуток подгорела. Если смотреть в микроскоп, то поверхность вся такая... Как будто в пупырышках. Когда монетка лежит, например, в песке, тоже коричневая патина. А там все гладкое, как будто воском покрыли. А здесь нет. Мне такие монетки нравятся не очень. Так что мы будем с ними чего-то дальше делать. После такого количества монет наш уксус превратился в такую вот жидкость. Он больше непригодный. И мы его выливаем. На следующий раз надо новый раствор готовить. А именно, будем патинировать серной мазью. Вот такая еще щеточка. Щеточка для того, чтобы втереть во все неровности рельефа. Крылья, буковки. Пальцем вы туда не вотрете. И самый главный ингредиент это вот этот носок Брэда Пита. И здесь главное не то, что он Брэда Пита, а то, что он из шерсти. Будем потом монетки тереть об шерсти. Это носок не грязный. Брэд Пит его подарил чистым. Это следы серной мази. Итак, попробуем. Вот так вот тернул серной мазью. Для примера, видите, пол монетки стало коричневой. Еще не утирал. Половинка какая и была. Царские. Вот пару штук натер. Должны полежать минут пять. Делаю это на улице. Мазь быстро застывает. Пойду в дом. Когда все сделаю, сниму конечный результат. Советики тоже натру. Желтый я не буду. Потру об носок. И посмотрим, чего у нас получилось. Результат нашей чистки. Вот такие вот монетки получились. Кому-то нравится темная патина. Кому-то нет. Это дело вкуса. Если хотите, чтобы патина не была такой темной, просто их трите об носок из шерсти. Не обязательно должен быть носок Брэда Пита. Ну и обязательно из шерсти. Если нет у вас четочки Анджелины Джоли для размазывания мази, не беда. Можно и руками, но придется больше постараться. В данном ролике я не хотел учить никого как надо или как не надо. Я хотел показать, как именно недорогую медь чищу я. Именно недорогую. Потому что если вам попадет дорогая монета в руки, повезет вам ее найти, чего я вам обязательно желаю, лучше ее не чистить. Потому что 100% предсказать результат чистки невозможно. Даже если вы чистите с микроскопом и шаберами. Да, забыл положить серебро, в кармане завалялось. Ну скажем так, уксус не убил серебро, но особо и не почистил. Это так, в целях эксперимента. Советики я бы сказал, он окончательно убил. Поздний почистил я его, не тер, потому что нет смысла. А вот медь, как для меня, довольно неплохо почистилась. Спорить я тут не буду, кому хорошо, кому плохо. Повторю, только чтобы была светлее, не надо мазать серной мазью. Вблизи монетка выглядит вот так вот. Если придержать в уксусе, монетка сгорит. Этот процесс надо контролировать, потому что уксус, не забывайте, это кислота. Советик получился вот такой вот. Кто-то их бросает в уксус солью, чтобы они были белые. Но там тоже результат непредсказуемый, я пробовал. Бывают, влагают какие-то белые пятна, как на двадцаточке, бывают розовые. Я чищу вот так. Если попадется какой-то дорогой экземпляр, только вода и щеточка. И пусть будущий хозяин чего хочет, как хочет, так и чистит. Потому что если вы почистите сами, у вас не получится. Вы убьете большую часть цены. Найденной вами монеты. Если вам понравилось данное видео, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Будет много интересного. Если не понравилось, пишите грозные комментарии. И чего именно не так. В данном видео я хотел показать, как чищу я и как чистит медь царская уксусом. Данный метод не есть панацея. Выводы делать вам. Повторюсь, подписывайтесь, ставьте лайки. Увидимся. Всего вам доброго. Субтитры сделал DimaTorzok